Озеро Разлив для российских буеристов место, можно сказать, историческое. Именно здесь в 1993 году, после долгого перерыва, прошел чемпионат Европы в классе Монотип-15. На старт тогда вышло 24 экипажа, а тогда же была основана и Международная Федерация Буеров этого класса. Это буер 1932 года. Эрик фон Кольц его спроектировал в 1932 году. И до военные времена было проведено 7 чемпионатов Европы. Практически все детали, вот мачты и корпус имеют 7,5 метров. Площадь паруса 15 квадратных метров, он поэтому и называется Монотип-15. Сегодня в чемпионате России принимает участие 15 экипажей. Особое внимание буеру под номером 34. За его штурвалом Борис Хабаров. Ему 80 лет, а он любому фору даст. Летом под парусом ходит, в 1972 году даже в Олимпийских играх участвовал. А зимой пересаживается на буер. И так уже много лет. Впервые в соревнованиях класса Монотип он стартовал, когда большинство из участников нынешнего чемпионата еще даже на свет не появились. В 1952 году. Динамика движения, ускорение бывает такое, что буквально с места назад оттаскиваешь, за рулевую баранку держишься руками. То есть это очень интересный спорт. Потом ведь от тебя много зависит, как ты пойдешь, как буер настроишь. Это интересно. И борьба на дистанции с конкурентами. Задача спортсмена выбирать более быстрый путь по дороге. Так в буерном спорте называют гоночную трассу. Еще следить за изменениями направлений ветра. Подсказывать товарищу по экипажу, как правильно ставить парус. Где потравить, а где может быть наоборот. И при этом необходимо успевать за конкурентами следить. Каждый хочет прийти к финишу первым. Поэтому борьба не шуточная. Но в пределах правил. Главное требование судей, чтобы избежать столкновений во время гонки, экипажи должны строго соблюдать так называемую зону безопасности. Это пять длин корпуса яхты. Вот если буера. Если эти пять длин корпуса есть, значит есть надежда, что успеешь отвернуть, если с передним что-то случится. Кто ближе к ветру, тот на ветреный. Кто дальше от ветра под ветреный. И на ветреную уступает дорогу под ветреному. Такие меры совсем не лишние. Буер-класса Монотип-15 может развивать очень даже приличную скорость, около 90 км в час. Хотя при благоприятных погодных условиях, сильном ветре и свободной от снега ледовой поверхности, этот показатель бывает и выше. Как было в 1996 году во время чемпионата Европы в Швеции. Лед был не очень чистый. Остатки были снега. То есть скольжение было не самое совершенное. И в то же время был ветер 8 метров. Ну, очень хороший. Вся первая десятка участвующих в чемпионате Европы спускалась со скоростью 148-150 км в час. В тех условиях. Это совершенно точное измерение. Остается добавить, что победителями чемпионата России в гонках на буерах класса Монотип-15 стал петербургский экипаж в составе Вадима Биклера и Александра Вастраносова. В марте теперь им предстоит отправиться в Польшу, где пройдет уже Европейский чемпионат по буерному спорту. Никита Гулин, Владимир Абухович, Дмитрий Камнадский, Алисия Чубка. Вести. Петербург.